АвтоСтронг Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг» и сегодня мы расскажем про легендарные и многими обожаемые бусы. Итак, встречаем Volkswagen T5. Volkswagen-транспортер, Caravella и Multivan. У этой модели очень много названий, так как очень много предназначений от перевозов грузов и оборудования, а также транспортировки туристов и делегаций. У этого автомобиля есть не только версия фургона и минивэна, но и с короткой кабиной и платформой позади нее. Эту модель действительно обожают. Он здоровенный, экономичный, универсальный, но надежен ли он? Сейчас будем разбираться. Будем называть его T5. Это пятое поколение фургонов и минивэнов Volkswagen. Эти машины появились в конце 2002 года, обновились к 2010 модельному году, а в 2015 появилось поколение T6, которое было создано на базе этой модели без каких-либо глубинных изменений. И действительно, что можно улучшить в этом параллелепипеде на колесах? Вот инженеры подумали и улучшили материалы, внешний вид, моторы и трансмиссии. Итак, поехали! Как обычно, начнем с кузова. Качество его окраски и коррозионной стойкости. Вообще, кузов T5 не ржавеет быстро. Ну, по крайней мере снаружи. Однако, днище этого автомобиля таково, что в нем присутствует очень мало щитков от грязи и реагентов. Да и вообще, там много карманов, куда забиваются эти катализаторы коррозии. Поэтому, перед покупкой T5 осмотр днища на подъемнике обязателен. А если говорить о ржавчине на видных местах, то T5 начали огорчать владельцев уже на третий-пятый год эксплуатации. Дверные ручки сделаны так, что при открытии и закрытии скалывается слой краски. Краска скалывается в передней части ручки и в задней части ручки. Опытные владельцы наносят бронированную пленку после перекраски кузова. Также можно установить ручки от обновленного T5. Там они не касаются краски в момент движения. Потом на молодых T5 появились точки ржавчины на порогах в проемах сдвижных дверей. С возрастом коррозия появляется на нижних кромках дверей, также вокруг задней ручки багажника, а также вокруг стоп-сигнала. А вообще любые сколы краски T5 заканчиваются тем, что вокруг слоя краски откалывается еще больший слой краски величиной с монету. Довольно быстро краска облазит там, где на нее воздействует песок. То есть это пороги, арки и так далее. Но, как правило, дальше косметических проплешин с рыжиками дело не доходит. Ну а вообще первым владельцам T5 через пять лет эксплуатации приходилось перекрашивать машину целиком, чтобы избавиться от многочисленных изъянов заводской покраски. Передние фары у Volkswagen T5 ни о чем. Свет плохой, потому что слабый. И никакие супер-пупер лампочки не помогут. С годами мутнеют плафоны и слазит покрытие с отражателей. Подсветка заднего номера умирает из-за попадания влаги в плафончике. Можно купить китайский и заменить. А некоторые владельцы герметизируют штатный и устанавливают в них кусочки диодной ленты. А вот моторчик заднего дворника может выйти из строя из-за попадания в него влаги. При этом из-за поражения влагой электрической платы он может не выключаться даже после выключения. Такая поломка чаще всего случается на версиях с двойной распашной дверью. И реже на версии как у нас с дверью которая подымается. Сдвижная дверь это очень удобно. Проем огромный и она практически не занимает места. Ну когда она открытая. Но за удовольствие надо платить. Изнашиваются ролики направляющих. Из-за этого дверь начинает греметь при езде на неровностях. И многие производители не оригинальные предлагают кронштейны вместе с роликами. Стоят они не так дорого. Еще дверь может греметь из-за износа скобы замка. Замок перестает плотно фиксировать дверь к ней. А скобу в этом случае лучше поменять на новую. Иногда дверь перестает открываться ни изнутри, ни снаружи. Обычно снятие всего механизма замка и последующая его чистка решают этот вопрос. Если замок с движной двери не реагирует на команды центрального замка. Значит нет контакта в контактной группе замка. Это либо контактная группа неисправна. Либо же из-за провисания двери. Также это бывает из-за неисправности блока комфорта. То есть попадание в него влаги. Либо же неправильной кодировки. Блок комфорта в Т5 находится под сидением пассажира. Добавим что ручка с движной двери может как бы выломаться. То есть при оттягивании она может слишком далеко выйти наружу. Из-за этого придется снимать обшивку и искать поломанные детали тросового привода к ручке. Ну что погода улучшилась и можно поснимать на осеннем солнышке. Нередко бывает что краска под пластиковой обшивкой дверей протирается до металла и ржавеет. А это результат провисания петель и износа скобы замка. Нередко вот эта вот ручка со стороны пассажира либо со стороны водителя обмотана изолентой. Так ее ремонтируют. А ремонтируют ее в результате того что некоторые водители либо пассажиры открывают дверь вот так вот когтиками. И тем самым срывают вот эту пластиковую накладку. Кстати поиски коррозии можно продолжить в салоне Т5. Надо обратить внимание на опоры сидений среднего ряда. Они могут быть с налетом ржавчины. Также может быть влажный коврик. Естественно под влажным ковриком появляется коррозия. В чем же проблема? Кто виновник? А вот кто виновник. Вот эти маленькие сдвижные форточки. А если форточка перестала открываться то наверняка из поворотной пластины замка выскочила одна из штанг стопоров. Тогда надо разбирать всю арматуру и менять изношенные детали. Почти все поклонники Volkswagen T5 вспоминают добрым словом инженеров VAG за то что они понатыкали микровыключатели во все замки. Если выходит из строя один микровыключатель то на панели загорается индикатор открытой двери и может загореться свет в салоне. Либо же свет в салоне не загорается. Либо же все это хаотично загорается на ходу во время тряски. Оригинальные микровыключатели стоят дорого. Китайские ну разве что проходят год. Некоторые умельцы мастерят микровыключатели на основе герконов и магнитов. Либо же устанавливают подходящие микровыключатели в подходящие места. С годами Volkswagen T5 перестает включать свет фар. А дело выключатели в нем протираются и перестают плотно прилегать контактные пластины. Можно купить такой выключатель в Китай, но некоторые умельцы разбирают выключатель, чистят и подгибают контакты. Система кондиционирования у T5 слабенькая. В версиях для пассажиров два радиатора. Трубки проложены вдоль правого борта. В задней колесной арке за локером есть алюминиевые трубки для подачи хладагента. И трубки которые идут к отопителю. В задней части арки есть расширительный клапан кондиционера. В общем все эти компоненты очень плохо защищены от реагентов. Трубки просто лопаются. Хладагент улетучивается из системы. Владельцы либо подваривают эти трубки, либо устанавливают оригинальные цены 350-400 долларов, либо устанавливают шланги. И вообще в T5 не прочь лопнуть трубки к переднему радиатору кондиционера. И сами радиаторы ходят лет 5-7. В общем, если у этого буса кондиционер не холодит, то значит где-то в системе дыра. Кстати, если из системы выйдет значительный объем фреона, то из правого дефлектора будет дуть горячий воздух, а со стороны водителя будет дуть холодный. Добавим, что компрессор кондиционера этого автомобиля служит в среднем 3-5 лет. Вся система кондиционирования отлично диагностируется диагностическим скандром. Но прежде чем менять компрессор, надо понять реального виновника. Ну, кто реально виновен в том, что система не холодит. Иногда в ряде случаев возможно поменять просто регулирующий клапан, ведь он отвечает за производительность компрессора. Электромагнитной муфты в приводе компрессора нет, а есть демпфер со шкивом. Так вот, из-за износа демпфера компрессор может просто не работать. Рассказ о системе кондиционирования добьем тем, что сервоприводы переключающих заслонок в недрах передней панели иногда идут в отказ. Проблема такая же, как на Passat B6. Из-за неработающих сервоприводов нарушается регулирование температуры и потока воздуха. А причина связана со встроенными потенциометрами. Сервоприводы можно разобрать, почистить, подогнуть контакты потенциометра. Но это поможет, если дорожки не протерты насквозь. Еще и вентилятор системы кондиционирования и отопления может порадовать неисправностью. Это касается как переднего вентилятора, так и заднего вентилятора в пассажирских Т5. Передний вентилятор страдает от попадания пыли, потому что он установлен не после фильтра, а перед ним. Вентилятор отказывает на высокой скорости, либо может заклинить. Вообще, этот вентилятор надо чистить раз в год. Для этого правая часть панели Т5 очень легко разбирается. Задний тоже готов через небольшое время попроситься на замену. Поговорим про дизельные двигатели для бусов Volkswagen T5. До рестайлинговой машины получили двигатели 1,9 TDI 4 и 2,5 TDI 5. Эти двигатели познакомили поближе владельцев Volkswagen с двухмассовым маховиком и сажевым фильтром, если двигатели были ориентированы на нормы евро 4. На нашем канале есть огромный обзор двигателя 1,9 TDI PD. Но в целом, кроме так себе мощности, претензий к этому двигателю нет. Но ни при эксплуатации, ни при диагностике расслабляться не стоит. На кону здоровье ГБЦ, ее ремонт либо замена. Изношенные кулачки распредвала, задранная постель распредвала, расплющенные уплотнения форсунок. Обо всем об этом надо знать и предотвращать, не экономя на моторном масле и вовремя проводя ревизию этих компонентов. А в целом же, многие моторы эти на пробеге в 400 тысяч километров доездились до установки ремонтных втулок в гнезда насос-форсунок. Ну а в целом, еще есть несколько вопросов по турбине, по тандемному насосу. Но опять же, в целом, мотор 1,9 TDI можно считать миллионником. Рядная пятерка 2,5 TDI, мотор противоречивый. Да, в нем мощности больше. Здесь не ременной привод ГРМ, а шестеренчатый. Традиционных гильз здесь нет, а поверхность цилиндров образована специальным напылением на легкий сплав блока. В свое время этот мотор разочаровал и подставил на деньги многих владельцев Т5 и Туарегов. Поэтому лучше обходить этот мотор стороной. Но многие владельцы так не считают, спокойно эксплуатируют свои автомобили с этим мотором и не стесняются их чиповать. Вообще, многих проблем с двигателем 2,5 TDI можно избежать, если не экономить на моторном масле и не ездить на автомобиле, как на тракторе. В стиле передача повыше, а обороты пониже. Как выяснилось, в таком режиме парам трения не хватает смазки. Образовывается стружка, которая приканчивает все, от редукционного клапана до плазменного напыления. Сюда же добавляем все радости от износа насос форсуночной группы ГБЦ. Также на двигателе 2,5 TDI распредвал, его постель, а также рокеры изнашивались быстрее, чем на двигателе 1,9 TDI. И даже иногда с отягочающими последствиями в виде прогоревших клапанов. Помпа системы охлаждения вращается от шестерен привода ГРМ. Если даст течь, а такое случается, то антифриз нальет в поддон. Пары трения будут только этому рады. На моторах с обозначениями AXD и AXE выпускной коллектор из стали иногда лопается и выхлопные газы засасывает в салон. Заваривать нет смысла. Лучшее решение – это установка не оригинального чугунного выпускного коллектора. В общем, двигатель 2,5 TDI требует внимания. Рестайлинговые Т5 распрощались с насос-форсунками и под капот стали устанавливать двигатели 2,0 TDI с впрыском Common Rail. Это отличные моторы, которые распрощались с недостатками своих предшественников. Они надежные, ресурсные, способные пройти более 500 000 км. Кстати, у нас на канале есть подробнейший обзор такого мотора. Мотор мощностью 180 лошадиных сил оснащался битурбонаддувом, и этот двигатель натворил дел. Вернее, инженеры ошиблись. И алюминиевый охладитель EGR добавлял к отработавшим газам металлическую пыль, которая натирала поршни, кольца, цилиндры. Мотор начинал есть масло, осушал поддон и, естественно, заклинивал. Ну, то есть, все заканчивалось до окончания гарантии. Ну, а теперь про бензиновые двигатели. Бусы с бензиновыми двигателями встречаются гораздо реже. Единственный их недостаток по сравнению с дизельными моторами – это расход топлива больше. Так вот, на протяжении всего выпуска Volkswagen T5 был доступен с двухлитровым атмосферным бензиновым двигателем. У него чугунный блок, один распредвал и ноль проблем. В период эксплуатации, ну, разве что требует внимание пару датчиков, система зажигания. Ну, и надо менять ремень ГРМ. В остальном же это прекрасный и надежный мотор. Так вот, давайте зададимся вопросом, стоит ли экономия дизельного двигателя того, чтобы в одночасье потом это очень дорого отремонтировать. Самым мощным двигателем для Т5 является атмосферник рядосмещённый с объёмом 3,2 литра с чугунным блоком. Это тоже очень надежный двигатель. Единственное, что цепи ГРМ менять дорого. Он легко пройдёт 500 тысяч километров. Называется VR6. Единственный аргумент против – это расход 15-18 литров на 100 километров. После рестайлинга от мотора VR6 отказались и заменили его на 2.0 TSI. Это мотор семейства EA888 поколения 2. В принципе, двигатель неплохой, но склонен к жору масла. А из-за ТНВД, который пропускает бензин в масло, немало этих двигателей заклинило. В общем, подробнейший обзор есть на нашем канале. Обязательно посмотрите. Механические КПП на Volkswagen T5 считаются надёжными. Но встречаются случаи износа синхронизаторов и срезания шлицов на механизме выбора передач. Пятиступенчатая КПП менее надёжная. Там может износиться задний подшипник первичного вала, а также может развалиться дифференциал. Буквально все версии Volkswagen T5 в паре с механической коробкой были оснащены двухмассовым маховиком. Двухмассовый маховик в паре с дизельным двигателем ходит примерно 200 тысяч километров. Стоит такая деталь по оригиналу 500 долларов. Есть комплекты для замены двухмассового маховика на одномассовый, но здесь отзывы противоречивые. А вот двухмассовый маховик для двигателя VR6 стоит в два раза дороже. Заменителей нет. Дорестайлинговый Volkswagen T5 с двигателем 2.5 TDI и 3.2 VR6 оснащались трансмиссиями 0.9K автоматическими. По оригиналу это трансмиссия ASIN TF61SN. Очень достойная трансмиссия. При должном уходе пройдёт более 300 тысяч километров. Меняйте в ней масло хотя бы раз в 60 тысяч километров. А вот после рестайлинга машины с новыми двигателями 2.0 TSI и 2.0 TDI можно было купить не с традиционной АКПП, а с преселективной 7-ступенчатой DQ500. Это одна из лучших DSG. Надёжная, ресурсная для продольной установки. И если менять в ней масло каждые 50 тысяч километров, способна пробежать более 300 тысяч километров. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. У нас хорошая новость в Автостронге. Теперь вы можете купить не только качественные БУ запчасти, но и новые. Обязательно звоните нам, пишите в мессенджеры, а также заходите на наш сайт и заказывайте. Ждём. И не забудьте подписаться на наш YouTube канал, если этого до сих пор не сделали. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Volkswagen T5 оснащался полным приводом. Задняя ось подключается муфтой Haldex 4-го поколения. У этой муфты есть фильтр, который подлежит замене. При этом крайне рекомендуется снимать электронасос и чистить его сетку. Электронасос обычно служит примерно 200 тысяч километров. Затем выходит из строя. Но изношенные щётки и протёртый коллектор можно заменить. Карданный вал к муфте для привода на заднюю ось подвешен на двух подшипниках. Передний может завыть при пробеге 200 тысяч километров. Вот задний служит дольше. Кстати, передний можно просто заменить. А вот если заводит задний, то тогда придётся обращаться в специальную мастерскую для его замены, потому что он идёт вместе с карданным валом. Подвеска Volkswagen T5 не особо радует ресурсам. Расходники в передней подвеске типа Macpherson являются подшипники амортизационных стойк. Естественно, их ресурс зависит от эксплуатации, то есть от качества дорог и веса перевозимого груза. Обычно они просятся на замену раз в год. Симптомы износа стандартные – хруст, скрип и неравномерные усилия при повороте передних колёс. Оригинальные подшипники стоят по 50-60 долларов штука. При замене этих опорных подшипников под раздачу попадают тяги стабилизатора. Оригинальная косточка стоит 100 долларов. Оба цилиндлока передних рычагов и шаровая опора продаются отдельно. Дольше служит задний цилиндлок, стоит он 35 долларов, а шаровая опора обойдётся в 140 долларов. Ступичные подшипники всех колёс Т5 запрессованы в ступицы. И не шибко долговечные ступицы этому автомобилю достались от Туарега. Оригинал стоит 290 долларов, то есть это передняя ступица. Задняя ступица стоит 330 долларов. Не оригинал хороший, естественно, в несколько раз дешевле. Неприятная фирменная болячка Т5 – это шлицы внутреннего правого шруса. Дело в том, что шлицевая часть там плохо защищена от попадания грязи и влаги. Грязь и влага вымывают смазку и смазка замещается грязью. Затем происходит износ шлицов. Обязательно отметим, что есть оригинальная смазка, которая не вымывается, а застывает в шлицевом соединении. Если сервисмены не знают о такой особенности Т5 и смазывают шлицы литолом, то смазка там очень скоро исчезнет. Сначала при трогании ощущаются рывки и удары. Нередко происходит так, что шлицы истираются и обламываются. То есть шлицы могут обломаться, если водитель просто бросит резко сцепление, а также совершит пару поездок с перегрузкой. Естественно, при обрыве шлицов полуоси этот буст своим ходом никуда не поедет. Правый внутренний шрус стоит по оригиналу 600 долларов. Хороший заменитель в 2-3 раза дешевле. А вот задняя подвеска служит довольно долго. Сайлентблоки задних рычагов продаются отдельно. Рулевая рейка Volkswagen T5, обычная гидравлическая, просится на замену из-за появления люфта. А также при больших пробегах появляются течи жидкости по штуцерам шлангов, а также по завальцовке возле радиатора охлаждения ГУР. Отдельно отметим, что насос ГУР на версии с двигателем 2.5 TDI приводится шестеренкой от шестеренчатого привода ГРМ, который находится со стороны маховика. Корпус насоса, грубо говоря, уплотняется с кожухом ГРМ, и при износе уплотнений насос ГУР может подсасывать моторное масло. При этом уровень жидкости в расширительном бачке будет расти. В этом случае нужно как можно быстрее заменить насос ГУР на новый, либо отремонтировать его с заменой уплотнений. Дело в том, что масло из дизельного двигателя сильно испортит все компоненты рулевого управления. Естественно, жидкость ГУР и бачок придется поменять на новые. Рулевые тяги слабоваты. В оригинале рулевые тяги продаются с рулевыми наконечниками. За один такой комплект в одну сторону придется выложить 250 долларов. Хороший не оригинал, раз в пять дешевле. А отдельно рулевые тяги продаются от не особо именитых производителей. Ну что, большому автомобилю большие проблемы. Несмотря на огромное количество поклонников этих машин и несмотря на высокие цены на вторичном рынке, эти автомобили нельзя называть беспроблемными. Но если разделить годовой пробег этих машин на количество проблем, то ситуация не кажется столь драматичной. В общем, многих проблем можно избежать с помощью качественного сервиса и своевременного обслуживания. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк, напишите комментарий. И помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok